Видишь, у нас все готово. Все с красавицей вообще. Меня зовут Александр. В нашем проекте мы решаем разные вопросы, касающиеся строительства и обустройства загородных участков, поступившие от наших зрителей. Так как варианты решений бывают разные, мы специально выбрали две различные точки зрения. Меня зовут Борис. Я считаю, что нужно все сделать своими руками. Обратившись в интернет. Не нужно тратить много денег на проекты. А меня зовут Артем. Я считаю, что лучше обратиться к профессионалу. Иначе получится халтура. Ну и моя задача определить, какой из вариантов мы выбираем в каждой конкретной программе. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программы «Соображаем на троих». Ребят, добрый день. Привет. У нас сегодня следующая задачка. Вот смотрите, нам прислали вот такое видео. Уважаемый Александр Команда. Мне нужно крыльцо. Вот я попросил ребят, гастарбайтеров, сделать мне крыльцо. Сделали они вот это и куда-то исчезли. Не знаю, может, у них какой-то новый проект появился или что-то куда-то. Они, может, где-то дороже. Может, где-то стригут газон у соседей где-то. Не знаю. В общем, никого нет уже неделю. Нужно крыльцо. Я улетаю с супругой в отпуск. Не могли бы сообразить на троих. Ну что, вперед? Пойдем посмотрим. Так, ну что, тут вот все в лучших традициях. Все побросали братьев из республики. Суету навести охота. Слушай, ну, кстати, залили даже как-то ровненько. Интересно, по уровню. Даже я смотрю, торчит сетка. Значит, она там есть, это уже хорошо. Все, я за инструментом. Давай, давай, гончи. Ну, а чего? Тут как-то надо что-то быстро такое придумать. Типа, каркас из дерева, наверное. Ну, конечно, из дерева проще всего. Единственное только, получается, что у нас брюши будут внизу. Вот, соответственно, надо его покрыть чем-то таким термоядерным. Чтобы влага. Чтобы, да, не сгнило. Ну, понятно, что он лет за 20 сгниет. Но конструкция такая должна быть, чтобы ее можно было быстренько разобрать, каркас поменять и по новой поставить. Потому что возводить что-то такое. Что, без стакана не разберешься? Без бокала нет, бокала. На троих. Ну, что, попил водички? Более напитка-двух. Да. Ну, пока ты тут бегал за инструментом, мы порешали. Мы уже все решили, что это у нас будет легко возводимая, легко монтируемая и демонтируемая конструкция из дерева. Кодовое слово легко. Да, поэтому тебе сейчас нужно взять и легко съездить, купить. Непринужден. Брос. Желательно строганый. Ну, я погнал. Давай. А, и сразу чем обработать? Ладно. Не напильник. Я смотрю, тут даже руберои-то оставили. Видимо, так и планировали деревяшки какие-то, да? Ну, да. Слушай, очень хорошо. Кажется, когда Артем ездит, все покупает. Можно посидеть на камешке. А вот похоже, вот похоже, опять без приключений у нас не обошлось. А вы что сидите? Пойдем разгружать. А ты знаешь, что за красивый такой цвет? Слушай, это бюджетный е. Это называется запаренный. По дороге покрасим. Сейчас покрасим его. Я взял средство хорошее. Оно его прожгет и будет здоров. Кислота? Что? Кислоту? Нет, безопаснее. Но хорошее и проверенное. У меня будильник тут вот как раз. Я убегаю, а вы давайте разгружайте. Слушай, нормальное, да? Ты на что учился типа? Вообще отлично. Ну, пошли. Мы придумали следующую конструкцию крыльца. В основании использовать брус. Мы его обработаем специальными материалами, чтобы он не гнил. Весь каркас тоже будет сделан из дерева. За счет этого конструкция будет достаточно легкой, простой в монтаже. И на кровлю мы будем использовать замковый поликарбонат в связи с теми же его характеристиками, как легкость, легкость монтажа и воздушность конструкции. С пустым ведром? Не, 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 смотри. У нас тут все четко. Специально обученная кисточка. А, кисточка. Отлично. Ну, не красить, а покрывать, на самом деле. Взял я вот такое вот средство Гудхим. Это антисептик, невымываемый, глубокое проникновение. Но есть какой нюанс. По-любому нам эту древесину надо сначала покрыть огнебиозащитой. Ну, желательно. Желательно. А после этого мы покроем как раз септиком, глубокое проникновение. Так что я пошел за распылителем и за огнебиозащитой. А ты пока это, почисть ее. Пыльная, грязная? Как обычно, я сразу почистить. Если почистить, то явно. Еще и чистить нечем. Да нормально. Вот. Затарился я, конечно, по первому слову. Но вполне лучше. Да, мы будем распылять. Значит, огнебиозащита Гудхим Эксперт 1G. 1G, это что, сетишься? 1G? Слушай, готов тебе сказать. 1G уже скоро, а ты все, с 1G. Артем, реально красава. Я думаю, сейчас будем вот этой штукой ковырять. А он прям четко все раз-раз-раз. Профи. Приятно работать с товарищем. На самом деле у Гудхима очень много технологий. И самое главное ее соблюдать. Если мы с вами берем древесину, и она у нас на открытой, на фасадной части, и она повреждена, она имеет затемнение, можно применить отбеливатель Гудхим DW400. Что он позволяет? Он позволяет придать древесине, вернуть ее первоначальный цвет, избавиться от потемнений. Но здесь один немаловажный нюанс. Само средство довольно очень долго в применении, потому что древесину нужно сначала намочить, потом обработать средством отбеливателем и дать ей просохнуть. Причем сохнуть она будет 5-6 часов. Так как у нас древесина, хоть и имеет повреждения, она затемнена, но она не на видных местах, а быть точнее, это лаги у нас, которыми прикроет ДПКшка. Поэтому мы не используем ее. И наш первый этап – огнебиозащита. Теперь мы ждем, когда высохнет огнебиозащита. Сохнуть она будет у нас 3-4 часа. Поэтому ждем. Держи, ты подметай, а я пошел готовиться ко второму этапу. Давай. Я уже научился подметать, поэтому могу вполне справиться с этим занятием. 21 век. Так. Специальная обочина. Ну, на самом деле, сейчас будет средство более жесткое, более ядреное. На самом деле, от нее очень много что зависит. Поэтому вот эту штучку мы отставляем с тобой. Это нам понадобится для дальнейшей работы. Вот это сейчас, да, антисептик. Да, сейчас будет у нас антисептик глубокого проникновения. Чего ты мало ел? Слушай, ты взяник. Давай, я держу, у меня рука. Вот, плюс его. Плюс его заключается в том, что он предотвращает гниение, что самое главное для нас, да, образование плесени, синевые. Ну, а также от насекомых. Применять мы будем с тобой 3 подхода. Как на турнике 3 подхода. Совершенно верно. Перерывом по 40 минут. 40 минут, ну, чтобы она просохла между каждыми слоями. Одежда у нас явно не для этого. Люди в белом? Ну, ладно, что ж поделать, давай. Будем аккуратненько. Помчем. Продолжаем, Истиня. О! Блин, хорошо хоть здесь тянем. Да, и не говори. Реально, свариться можно. Вот. Александр Иванович нам схему нарисовал. Как монтировать будем? Ведь и вата. Ну, да. Зато надежно. Ну, да. Ну, да. Ну, что? Работы у нас много, поэтому давай сначала размеры снимем, а потом снимаем опалубку. Ну, да, 149. А должно было быть? Ну, по идее, по ДБКшке 153. Ну, понятно. А тут сколько? А здесь 203. Обалдеть. А должно быть? 200. Ну, что-то у них с это, с математикой. И надо вот это, вот это не я мне говорить. Братья из республики у нас. Ну, будем, значит, по ходу сейчас. По ходу пьесы будем начать. Что, рубероид? Так, а мы что, рубероид как кладем? Ммм, так. Сюда или на доски будем обворачивать? Говорят, что не принципиально. Доски дольше, проще сюда положить. Ну, давай проще сюда, давай. Там чуть-чуть не хватает. Не хватило, да. Может, доски тогда обвернем? Давай доски обвернем. Доски обвернем, хорошо. Тогда ты нарезай, получается, 15 в ширину и 203 в длину. Доски? Нет, рубероид. А я пошел покрывать септиком второй раз. Артем, красавец, предложил, озадачил, я тут ковырясь. Проще еще рубероиды сейчас привезти. Самое главное свойство данного средства, то, что через 5-6 часов его будет вымыть из древесины невозможно. Оно будет невымываемое. Ну все, тогда теперь пилим. Близде на земле будем или стол притащим? Да, ну на земле, циркуляркой нормально. Смотри, что у нас получается. Сядь на пенек, съешь пирожок. В течение непродолжительной дискуссии мы пришли к решению, что у нас для того, чтобы максимально эффективно использовать длину древесины, 4-х метровую, мы торцевыми делаем две боковые доски, а остальные пойдут внутри. 4-4 штуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боря говорит, что у него глаз-алмаз, но я ему не доверяю. Ну что, момент истины? Доверяй, но проверяй. Однозначно. Ну что, нормально. Проблема возникла в том, что ту древесину, которую нам привезли, которую я заказал, вот, ее кое-где повело. Поэтому, конечно, у нас конструкция немножко пляшет, там плюс-минус 3 миллиметра, но я думаю, что... Вот. Главное, чтобы она не скрипела в процессе эксплуатации. Сейчас мы с Борей приступаем ко второму этапу. Второй этап это у нас второй ярус, ступенек, он значительно меньше, что радует, особенно Борис, он улыбается. Вот. Осталось напилить-то, по сути, еще 4 доски, и можно скручивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, у нас такое ощущение, что сегодня день сурка, теперь мы обрабатываем огнебиозащитой столбы. Поехали? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яблоки еще не созрели, а мы уже перешли к столбам. Столбы в нашей конструкции будут покрываться тремя средствами. Ну, первое, это огнебиозащита, я про нее рассказывал. Потом первые 15 сантиметров мы покроем антисептиком, глубокого проникновения. Про это я тоже рассказывал. Остаток бруса мы покроем специальным средством. Импрегнат 230 от компании Гудхим. В первую очередь, это отличная грунтовка для древесины. Таким образом, мы подготовим древесину к финишной покраске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Финальное покрытие древесины мы осуществляем лисирующей пропиткой для древесины от компании Гудхим, текстура 110. Данная пропитка позволяет нам, во-первых, защитить древесину от ультрафиолета и атмосферных осадков. Она препятствует проникновению в лаке, в древесину. Она препятствует образованию грибков, гниению, образованию мха, водорослей. Подчеркивает рисунок дерева. Оно очень экологичное и отсутствует запах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально, что, парни, доделали? Ты, блин, нарисовал, конечно. Ну, как мог, да. Ну, ребят, солнце еще высоко, поэтому, я понимаю, крыльцо сделано, но у него уже должна быть крыша, поэтому неплохо было бы сделать обрешетку. Блин, вот ты эксплуататор, а? Ты теперь-то с нами? Ну, все, быстрее пойдем. Хорошо, отлично, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у нас, как всегда, не обошлось без косяков. Изначально обрешетку делали стоя, то есть, чтобы был большой убор за счет ребра жесткости. Ну, а потом поняли, что для крепления у нас не хватает толщины, чтобы два самореза загнать для крепления крыши. Соответственно, пришлось переделывать, чтобы стало вот так. То есть, теперь у нас плашмя. Ну, перекрутили, в принципе. Двигаемся дальше. Тяниемся, вот. Артем мешает, как всегда. Вот теперь, Артем, на тебя вся надежда. Держи ее только. Держу. Держу, отпускай. Она рухнет. Пускай, держу. Хорошее применение с зимними перчатками смотрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, деревянный каркас для крыльца готов. Стоят стойки, обрешетка крыши. И пришла пора выбирать, из чего мы будем делать сам настил. У меня уже был опыт работы с террасной доской. Мы решили выбрать и в этот раз этот материал. Но сегодня мы остановились на террасной доске Брюген Мультиколор от компании Woodplast. Чем хороша эта доска? Ну, вы видите, она разной ширины и укладывается именно таким образом. То есть сначала кладется широкая доска, потом узкая и так далее в разбежку. Такая раскладка называется французская палуба. Также у этой доски прокрас под дерево идет на всю толщину доски. И нет традиционных рорезей, как мы обычно видим в обычной террасной доске. За счет этого она крепче. Вот на обратной стороне также виден прокрас под дерево. И рисунок на каждой доске является индивидуальным. За счет этого доска визуально и на ощупь максимально похожа на натуральное дерево. Способ укладывания доски разной ширины позволяет добиться разных визуальных эффектов. С помощью него можно либо расширить, либо уменьшить пространство в зависимости от того, чего мы хотим. Две на ступеньку и одна вниз. А, две на ступеньку и одна вниз. А сюда одну узкая встань. А сюда узкая. В этот раз, к счастью, мы нашли нормальный инструмент для пиления. В прошлый раз пилили болгаркой, там просто реально это очень проблемно. А сейчас купили диск для циркулярной пилы. И я сегодня просто, когда пилил террасную доску, можно сказать, наслаждался. Я думал, что монтаж террасной доски – это раз, два, три, ну и все. На самом деле, это примерно то же самое, что я вам озвучил, да, но есть куча нюансов. Например, нам не хватило определенного размера доски. Пришлось изобретать. А сейчас мы переходим к монтажу навеса. Как материал кровли мы выбрали замковый поликарбонат «Новаторо проф» от компании «Софт Пласт». Замковые панели узкие, их ширина составляет 33 см, в отличие от обычной панели поликарбоната, ширина у которой 2 метра, ну там 2,10. Узкие панели выбраны с таким расчетом, чтобы можно было не учитывать расширение и сужение поликарбоната по ширине. То есть при данной ширине панели, 33 см, мы можем этот фактор отбросить и спокойно крепить панели замками. Вот, толщина панелей у нас 10 мм, она выбрана специально для такой вот легкой кровли, которую мы делаем. Особенно нам понравился вот этот вот шильдик, на котором написано «сделай сам». Это как бы дает нам гарантию, что мы с этим справимся самостоятельно. Мы уже использовали в работе замковые панели «Новатор Проф». Они монтируются по принципу ламината. Это очень удобно и значительно упрощает монтаж. Кстати, очень удобно, что панели продаются со всеми необходимыми комплектующими. Их немного. Анкеры для крепления к каркасу, боковые и торцевые профили и уплотнители. Начинаем подготовку конструкции с наклейки на прогоны уплотнительной ленты, чтобы панели не терлись о дерево. Потом заклеиваем торцы алюминиевым скотчем. Он защитит торцы от попадания пыли, дождя и насекомых. В скотче нижнего торца делаем отверстие в каждой соте для стока конденсата. Вставляем панель в боковой поликарбонатный профиль и начинаем устанавливать первую панель. Еще одно преимущество замковых панелей – их не нужно сверлить, они крепятся специальными анкерами. Анкеры надежно держат панели, не мешают термическому расширению и исключают протечки и попадание воды в соты, а значит в сотах не будет скапливаться грязь. Еще одно преимущество замковых панелей – здесь невозможно перепутать стороны с ОФ-защитой и без ОФ-защиты. Защищенная сторона всегда будет сверху. Кроме того, производитель казанский завод Softplast несет финансовую ответственность за качество замковых панелей в течение 14 лет в соответствии с декларацией гарантии качества. Выглядит круто, как будто собрали профессионалы. Итак, мы закончили монтаж крыши. В очередной раз получили удовольствие от работы с замковым поликарбонатом. Монтируется очень легко, быстро, получается красиво. Особенно удовольствие получаешь, когда финально снимаешь пленку с поликарбоната, и он приобретает свой такой блестящий новый вид. Крыльцо готово? Готово. Слушайте, а вы обратили внимание, как приятно на нем сидеть. Террасная доска, она очень такая вот комфортная по температуре. Ну да, так, ну и что. Она и холодная, и не горячая от солнца. То есть это прямо супер. Я сильно переживал за то, что у нас вот эти стойки будут качаться почему-то. Ну когда мы их выставляли вот без обрешетки крыши, оно как-то так прям шаталось. Ну вот поставку мы обрешетку накрепили, оно прям ни туда, ни сюда. И цвет какой красивый. Цвет прекрасный просто. И дерево сохранили, и подтянили под цвет дома. Да. И самое главное, теперь они не боятся ничего. Вот, ну и да, легкая крыша из поликарбоната. Да, тоже прям мне понравилось. Сегодня день вообще самый прекрасный, потому что Борис начал ценить эстетику. Это очень меня радует. То есть не один я тебе радею за эстетику, а вместе с Борисом. Ну мы как обычно работаем на глаз. Старались, конечно, сделать все вообще, чтобы было идеально, но не все получилось. То есть, наверное, можно было лучше, но для первого раза, я считаю, нормально. В процессе производства этого проекта, вот, мы поняли, что крыльцо не очень простая конструкция. При том, что изначально кажется, что все достаточно просто. Ступенька, вторая ступенька, крыша и так далее. На самом деле есть много нюансов. И от того чертежа, который мы сделали изначально, практически вот у нас к концу стройки ничего не осталось, потому что мы вот по месту смотрели и видели, что где-то сделали там чуть меньше, чем нужно, где-то вылет получился меньше, чем нужно. В итоге получилось чуть-чуть по-другому. Но в целом мы придерживались той конструкции, которую заложили изначально. В целом мы оцениваем проект как удавшийся. То есть получилось все добротно, крепко, при этом не очень громоздко и, по сути, так, как хотели хозяева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok